всем привет и в сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим еще одну масштабную копию которую я выиграл посещая выставку масштабных моделей данная выставка проходила в моем городе около месяца назад я уже делал видео отчет о посещении данного мероприятия видеоролик вы можете найти на моем канале кто не видел видео посмотрите там представлено довольно много интересных моделей как из частных коллекций так и от современных производителей таких как старт скилл моделс у них был целый стенд и многие модели продавались там также указаны цены в евро вы можете их сравнить с ценами на продукцию в вашем регионе и написать в комментариях у вас модели стоят дороже или дешевле чем у нас это вторая модель которую я принес выставке масштабных копий первая модель у меня была из серии наши грузовики пожарный автомобиль на шасси maz200 я также вам его уже показывал и высказывал свое мнение по поводу этого изделия повторюсь еще раз что я считаю эти модели не стоят своих денег их лучше не покупать это первое и надеюсь последняя модель из серии наши грузовики в моей коллекции и лучше взять одну или две модели от автоистории чем 3 или 4 модели вот из этой серии и порой даже модели от ssm продаются не намного дороже особенно если на них есть хорошая скидка здесь очень много упрощений также много неокрашенного пластика надстройка которая здесь представляет наибольший интерес сделано тоже очень условно много недочетов и если вы в свою коллекцию все же решитесь покупать вот такой пожарный масс смотрите лучше в сторону avd models ну или на крайний случай смотрите на модель ручной работы от мастерской ad modium да эти модели будут дороже но они сделаны более правдоподобно чем вот это очень упрощенная модель которая больше напоминает детскую игрушку что же касается модель от vtes то здесь представлен автомобиль киногерой прототип снимался в фильме зеленый шершень фильм 2011 года честно сказать данную кинокартину я не смотрел поэтому сложно сказать для чего использовался этот автомобиль какое его предназначение но судя по торчащим пулеметам и ракетным установкам можно предположить что эта машина несла добро и мир жителям города в котором оперировал главный герой и автомобили киногероя это тоже довольно популярная тема как в 43 так и в более крупных масштабах vtes это не единственный производитель который выпускает подобную технику например еще в 2000-х годах у minichamps была серия автомобилей джеймса бонда и там было bmw z3 lotus esprit также был ягуар и aston martin и даже выходила журнальная серия джеймса бонда которая продавалась в великобритании там тоже довольно много интересных моделей и по-моему эта журналка доступна в продаже и по сей день даже некоторые модели можно приобрести с хорошей скидкой очень много моделей из кинокомиксов также из различных сериалов можно вспомнить модели от гринлайта их серию автомобилей из форсажа я тоже вам покажу toyota supra которая есть в моей коллекции и эта модель мне очень нравится за свои деньги вполне хорошее копийное изделие но у гринлайта модели нужно покупать очень выборочно у них некоторые модели сделаны на уровне minichamps а некоторые модели не оттягивают даже до журнальных изделий и как раз это в частности касается моделей из серии форсажа я видел у меня в комментариях многие люди писали что у них собрана вся коллекция автомобилей из форсажа я эти машины покупал очень выборочно у меня из первой серии еще mitsubishi eclipse есть также набор автомобилей из второй части и из третьей части эти наборы я тоже вам по-моему показывал а другие модели я не стал брать у меня например dodge charger из первой части от hot wheels он сделан лучше чем аналог от greenlight а стоит ненамного дороже и также я вам покажу еще одну модель от vitesse это delorean из фильма назад в будущее тоже довольно качественное изделие у vitesse такие delorean представлены как из первой части так из второй части вот как раз автомобиль который я приобрел из второй части есть еще автомобиль в летном положении и есть два варианта автомобиля из третьей части первый автомобиль с обычными колесами а второй для передвижения по железнодорожному полотну и у vitesse также продавался набор из трех машин там как раз автомобиль из первой из второй из третьей части по моему этот набор сейчас продается с хорошей скидкой здесь довольно хорошо сымитировали нержавеющую сталь у этой модели открываются дверцы ну и в целом в качестве детализации эта модель не сильно уступает аналогу от minichamps у меня тоже есть такой delorean от minichamps он сделан чуть лучше но ненамного и стоит учитывать что модель от minichamps была лимитированной и сейчас она стоит раз в пять дороже чем вот этот аналог от vitesse у vitesse по моему даже есть обычный гражданский вариант вот такого delorean напишите в комментариях если у вас похожая машина в коллекции теперь что касается автомобиля black beauty черная красавица именно так машину назвали в фильме и здесь за основу взят crown imperial 65 года довольно интересный и красивый автомобиль сам по себе и похожая модель также есть у autoart только у autoart представлен автомобиль в 18 масштабе у него открываются дверцы капот и крышка багажника и еще интересно то что у autoart представлен автомобиль из сериала 60-х годов а здесь машина именно из современного голливудского фильма у них есть некоторые визуальные отличия и чисто визуально мне больше нравится автомобиль от autoart там машина выглядит более реалистично во первых здесь такие огромные пулеметы которые но на мой взгляд не могут убираться в моторный отсек они во первых будут мешать поворачиваться колесам и куда здесь деть двигатель у этой машины довольно большой двигатель v8 если учесть механизмы которые опускают пулеметы плюс магазин то здесь просто не будет места для силовой установки это все же такой современный голливуд они делают просто визуал но никак не рассматривают техническую часть автомобиля и давайте распакуем коробочку посмотрим эту модель более детально здесь коробочка выполнена в классическом стиле для vtess сзади есть зеркальце и раньше у vtess было два типа коробок вот такие коробки шли на более дорогостоящих моделей которые имели более хорошую детализацию а более простые модели от vtess шли в коробочках наподобие как у minichamps а сейчас vtess выпускает уже упрощенные модели очень много моделей просто снято с производства и жаль что vtess прекратил изготавливать модели которые они выпускали в 90-х годах и сейчас у них по моему большая часть модели похожа по качеству проработки на продукцию иксу нежели на продукцию шуко и minichamps можно также открутить эту модель от подставки посмотреть как у нее сделана нижняя часть сейчас я одену перчатки чтобы вы не говорили что я заляпал черную модель и здесь модель крепится при помощи двух крепежных винтов эта модель я посмотрел раньше продавалась за 2800 рублей сейчас ее можно приобрести с хорошей скидкой за 1600 рублей и по-моему они еще есть в наличии в крупных российских онлайн интернет магазинах машина не столь популярна во всяком случае но для меня я думаю для российского коллекционера потому что вот такие голливудские современные фильмы я особо не смотрю и у меня есть похожий chrysler imperial только от производителя neo и там двухдверный вариант здесь идет классический седан и машина довольно большая несмотря на то что она издалека кажется компактным седаном на самом деле эта машина по размерам больше приближена к зилу 117 здесь черный салон тем не менее он довольно хорошо проработан видны и дополнительные установленные элементы различные приборы кнопочки ручки также управление пулеметами и здесь вот два огромных вот таких пулемета торчащих из капота также осветительная техника здесь окрашена в зеленый цвет виден еще или огнемет или пулемет спереди также вот маленькие стволы рядом с фарами но и огромные ракеты зеленого цвета сзади тоже вместо фонарей есть ракеты с каждой стороны довольно хорошо проработаны колесные диски также видны тормозные суппорта тормозные диски задние тормоза здесь скорее всего барабанные и можно посмотреть на нижнюю часть она очень похожа на продукцию x снизу нету окрашенной выпускной системы также условно обозначен передний мост кардан коробка передач конечно по современным меркам вот такая детализация уже на уровне журналки нежели хороших моделей еще в 90-х годах у vitessa нижняя часть была намного лучше проработана но эту модель наверное лучше рассматривать как некий сувенир нежели масштабную копию я видел у многих моих подписчиков коллекции есть автомобили из кинофильмов есть модели из фильма угнать за 60 секунд также повторюсь есть модели из серии форсаж и напишите ваш комментарий если у вас в коллекции похожая модель автомобиля понравился ли вам данный прототип смотрели ли вы оригинальный фильм возможно вы видели и сериал 60-х годов напишите что там делал главный герой потому что фильм я не смотрел и честно сказать особого желания его посмотреть у меня не возникает также не забывайте поддержать видео лайком если оно вам понравилось вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке там участники моего сообщества также делятся фотографиями своих коллекций автомобилей и жмите на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале на сегодня это все до новых встреч пока